Традиция это проводить приемы жителей на протяжении недели перед первым декабря, когда отмечается день рождения партии «Единая Россия», поддерживается депутатами-единороссами уже не первый год. Сейчас по всех поселениях, просто вот эта неделя с 26 числа, с понедельника и по 1 декабря, она как бы идет такие массовые приемы, основные проблемы, которые жители сейчас обозначают. Мы постараемся еще раз взять их на контроль, постараемся помочь им в решении этих проблем. Приемы жителей, даже и приуроченные к праздничному событию, в данном случае 17-летию партийной организации, это в первую очередь все-таки обычная депутатская работа, нацеленная на решение проблем местной жизни, вопросов, которые волнуют людей. Такие приемы прошли во всех поселениях района, и в городских, и в сельских. Так, в Трубино его проводила вместе с руководством поселения депутат районного совета Ирина Чибисова. На нем, помимо других всегда обсуждаемых вопросов, таких как благоустройство территории, коммунальные проблемы, работа управляющих компаний, речь шла об обеспечении лекарствами и их доступности для населения, о необходимости упростить оформление кадастровых документов на участке земли и таким образом ускорить выдачу свидетельств о собственности. Все проблемы, названные жителями, фиксировались, по ним будут приняты меры. Приемы проводились не только в кабинетах, но и прямо на улицах. В Щелкове, например, во дворе домов 12 и 13 на Иваново, на вопросы жителей отвечали депутаты Рушан Махмутов и Максим Столбов. Два дома, 13-13, а может быть мы действительно теннисный стол куда-то поставим, может быть сюда поставим, вот здесь вот коммуникации идут, вот здесь вот парковку можно сделать. Где там, да, вторая площадка, да, которая? Вот здесь мы находимся, да, вот мы здесь стоим. Да, 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 да. Здесь коммуникации нет. Мы вот там поставим, ну вот где зеленые заборы, где эти гаражи-ракушки, это все снесем, поставим большую парковку здесь. Машина на 15 на 20. Вот, и может быть здесь площадочка небольшая, там 4 на 5, пару скамейок и теннисный стол. Приемы велись также и в общественной приемной партии в Щелкове на Парковой 12А. Здесь жители могли переговорить одновременно с депутатами разных уровней власти, как с местными районными, в данном случае с Николаем Лавриеней, так и из областной думы с Владимиром Шапкиным. Здесь также обсуждались достаточно сложные вопросы, например, о правилах землевладения и изменившихся основах межевания участков. Сходу не на все вопросы ответить просто, иной раз депутаты берут и тайм-аут, но если человек пришел на прием, с его проблемой будут разбираться. Все депутаты оказывают активную поддержку, не только население, очень трепетно и отзывчиво относятся к всем требованиям, которые предъявляет наше население, к все граждане, ну и результат виден. В Доме культуры «Спутник» в Щелкове семь жителей принимали депутаты Александр Иванов, Роман Волков и Павел Жуков. Важна очень обратная связь с жителей, это всегда важно, потому что округ действительно большой и просто физически бывает невозможно знать все проблемы. Когда мы проводим приемы, потом мы делаем обязательные запросы и контролируем прохождение решения данного вопроса, как решает его исполнительная власть. Андрей Циханович, Александр Роджевский, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».